Вы слушаете «Радио России» Ульяновск. Актуальное интервью С вами Наталья Козина. Добрый вечер. В воспитании вернулось в школу. В этом году Министерство образования сменило свое название. Теперь оно называется «Министерство просвещения и воспитания». И неспроста. Вспомните, как лет 20 назад все, кто получил образование, и среднее, и высшее в советское время, просто впали в ступор, когда узнали, что в современной школе дети уже не убираются в классах, не ухаживают за пришкольным участком, не собирают макулатуру и металлом, что трудовое воспитание сведено к нулю. Да что там труд? Само понятие «воспитание» было аннулировано. Устроители школьной реформы тогда говорили, пусть воспитывает семья. Отныне школа предоставляла только образовательные услуги. И не более того. Там, где педагогические коллективы были сильные, эти общие негативные тенденции игнорировали и продолжали работать так, как это у нас всегда было заведено. И учили, и воспитывали. Поскольку настоящие педагоги уже привыкли, что детей надо воспитывать. И вот, наконец-то, справедливость восторжествовала. Школе и учителям вернули право воспитывать учеников. Это же очевидно, что плохому они не научат. Только так. Школа плюс семья. Вот тогда общими усилиями можно воспитать достойного человека. Сегодня в нашем вечернем эфире мы поговорим о традициях воспитательной работы, которые усилиями истинных педагогов сохранились. Сохранились и приумножились. Вы услышите Валентину Лапшову, директора Акшуатской сельской школы, Альбину Нуролову из Ульяновской 33-й гимназии. А директор 44-й гимназии Лидия Жуковская-Латышева так и сказала, что тогда, более 20 лет назад, когда новые управленцы взялись внедрять новую школьную реформу, у школы отняли воспитательную функцию, чтобы раз и навсегда вытравить все напоминание о советских традициях. Это было похоже на то, о чем мы с сарказмом говорим. Слон в посудной лавке. Спустя 20 лет ситуация кардинально изменилась. Теперь школа будет воспитывать. В 30 лет последних наша страна в своей конституции жила противостояние советской системе, потому что там было четко прописано идеологическое основу государства. И вот это противостояние особенно заметно было в вопросе воспитания, потому что оно исчезло из закона об образовании. Воспитание направлено, потому что было на формирование патриотического чувства у граждан страны. Нашим потенциальным противникам с 91 года была не нужна вот России с гражданами-патриотами. Воспитание было спрятано как? Под слово образование только. И вы знаете, что самоуправлений в школах не было. Начало вот последние десятилетия восстанавливаться. И президент Путин отлично, Владимир Владимирович, понял, что страну, чтобы сделать ее по-настоящему независимой, надо воспитывать патриотов. Об этом он говорит в выступлениях. Поправка Конституции. Именно это поставило точку в этом вопросе. И поэтому вот школа стала иметь ориентир на патриотическое воспитание молодого поколения, на подвигах русского народа. И это отражено сейчас в законе образования. В чем стоит задача? Это на основе федерального проекта системы воспитания, теперь каждая школа должна создать рабочую программу воспитания. Ну что касается вот нашей гимназии, мы ведь не прекращали воспитание своих гимназистов в дочи патриотизма. Во-первых, школа носит имя Владимира Николаевича Зеева, наш выпускник. Совуправление, которое тогда, когда были уничтожены, пионеры, октября, то комсомольцы. Мы воспитание патриотизма, воспитание самоуправления не потеряли. И вот сейчас и самоуправление, и РДШ у нас, и юноармии 276 человек сейчас уже юноармейцы вручали мы документы новым членам юноармейской книжки. У нас и тимуровцы, и волонтеры. А вот все это соединилось с нашими традициями. Ну и здание у нас есть, реальная зона. У нас есть музеев два. У стен гимназии стоит памятник Владимиру Николаевичу Зееву, который создан был Арапетяном. У нас аллеи памяти участников Великой Отечественной войны, учителей офицеров. То есть те, кто участвовал в Великой Отечественной войне, потом они пришли, работали здесь у нас учителями. И учителя-офицеры, которые были тоже участники войны, тоже у нас здесь помещены на этой аллее. Дальше у нас памятная доска выпускникам локальных войн нашим погибшим. Что я могу сказать? Сейчас наши ребятишки участвуют в различных акциях. Это на деле. Вот посмотрите, вот эти акции лапа помощи, помощь животным. Это сохраним дерево, собираем макулатуру. Коробка храбрости очень интересная. Это больница горячего детскую. Наши ребятишки собрали игрушки, принесли в коробку, назвали ее коробкой храбрости. Вот дети, когда идут на уколы, они боятся. Но там они выбирают любую игрушку любимую, они становятся храбрыми и легче переносятся, не плачут, когда им делают уколчики. Это, дорогие мои старики, у нас подшипные сейчас, как бы, считаем этот генерологический центр. Это «Успей сказать спасибо». Эта акция посвящена нашим учителям, ветеранам помогает. Это вакта памяти. Уход за той аллеей, которая сейчас создана. То есть мы работаем постоянно, не останавливаясь, несмотря на то, что когда-то были это самоуправление и прочее. Питательная работа остановлена. Она у нас идет. А вот какие качества и акции юнармии, тимуровцы, волонтеров, какие качества появляются у учеников благодаря участию вот в этой интересной патриотической работе? Если раньше ребятишки были активными, социальный лифт был, я пришла учителем работать в группе продленного дня, я потом становлюсь завучем поспитательной, потом становлюсь по работе учебной, только потом я уже стала директором. И вот этот социальный лифт в советские времена сохранялся. Были активные дети, а потом все эти организации убрали, рухнули, их не стало. Активности той не стало. И вот то, что сейчас школы, которые имеют эти традиции, сохранили эти традиции. Кстати, вот в новой программе, вот сейчас, в которой программа пришла воспитание, вот она включает в себя четыре модуля воспитания. Есть и труд, есть и семья, есть и волонтерство, есть забота о пожилых людях и так далее. Вот эта программа, с которой мы сейчас все школы работаем. И ребятишкам, чтобы они понимали, что слово есть надо, долг. А вот те времена, это разрушено. И вот, может быть, эта программа, она поможет сейчас воспитать тех детей, которые будут понимать, что его дело нужно, что он в стране нужен. Нужен его труд, нужен его вклад какой-то. Чтобы он не был тем человеком, которому вот дадут все на блюдечке с голубой каемочкой. И он только, значит, потребитель, которому все кто-то, кто-то должен сделать. А что сделал ты? И это важно сейчас. К этому поворачивается. Труд. Мы сколько по нашему движению советскую школу говорили об этом и примеры проводили, как в сельских, особенно в школах. Там не забыли труд. Мы не убрали. Все-таки, несмотря на все, договаривались с родителями. И пришкольные участки, клумбы, и работают. И зеленый патруль у нас все годы был. Его ни одного года мы не снимали. Воспитание в труде. Это же так важно. Человек должен воспитываться в труде. Он должен любить труд. Это тоже сейчас прописано в программе. И я думаю, это повернуться сейчас. И родители будут воспитывать. То поколение родителей, которые у нас есть, это те родители, которые в трудные годы все воспитаны, что им тоже все только не дай. Вот это дай, это должны. А где обязанности? Где ты обязан? Чтобы чувствовали ребята ответственность, знали четко свои обязанности. Это сейчас важно для нас, а это в программе тоже прописано. Это хорошо. Уважение к труду. Краеведение. Посмотрите, сейчас обращается внимание, много к краеведению стало. Открываться стали музеи. У нас-то их вот три музея. И краеведческий музей, посвященный школе. И музей сейчас один у нас сейчас в музее имеется. Это наш, посвященный психам комсомольцев 7 лет. К юбилею вот комсомола Заболжской организации мы будем сейчас его открывать. Вот и воспитывается настоящий гражданин, добрый, ответственный, трудолюбивый, любящий твой маленький, может быть, уголок. Вот школу, чтобы они воспитывали любовь к школе, к каждому уголочку. Самое главное – это долг, ответственность. Должны дети знать о том, что наравне то, что разрешено тебе, рядом стоит ты должен. Вот это важно. Мы слушали Лидию Жуковскую и Латышеву, директора 44-й Ульяновской гимназии. Теперь перенесемся в Барышский район. Здесь, в селе Акшуат, давно занимаются патриотическим воспитанием. Эта сельская школа даже является образцово-показательной площадкой для всех остальных и городских, и сельских школ. Что вы делаете? Результат-то есть? С этими вопросами я обратилась к директору Акшуатской школы Валентине Лапшовой. Я директор еще молодой. Я вообще работаю директором только 4 года. Но проработала в этой школе 35 лет. В нашей школе накоплен очень большой материал по воспитательной работе. Еще с 90-х годов наша школа была участницей РИПа. РИПа – это что? Это передовые школы, которые занимаются экспериментальной работой в области. Мы участвовали в этой РИПской программе самых-самых первых истоков. Школа выбирает тему сама. Кто-то берет образовательное, кто-то воспитательное направление. Наша школа как раз брала всегда воспитательную работу. Когда я стала директором, я целью поставила удержать вот тот наработанный материал, который был в нашей школе, но, соответственно, идти в ногу с временем. Нам очень повезло, что нас включили в то количество школ, которые работали над опробированием программы воспитания. И наша школа была выделена, что у нас есть изюминки, с которыми мы можем поделиться с другими. Во-первых, что действительно нас от других отличает школ, это ключевые дела общешкольные. Школа небольшая, и ребята в этих делах участвуют, начиная с первого по одиннадцатый класс. Дел таких мы проводили очень много, потому что у нас есть традиции. Большинство традиций, они у нас основаны на русских народных праздниках. Мы союз организуем не только между детьми и педагогами, родителями, но и притягиваемся до общественности села. У нас в школе была создана такая организация, которую мы назвали Кедр. Со основы взяты народные традиции. Это Герасим Грачевник у нас проходит ежегодно. У нас проходит День первого гриба. У нас проходит ежегодно осенью День каши. Это вот то, что мы стараемся удержать, и то, что является традицией. Теперь у нас появляются новые направления в воспитании. Оно больше связано с патриотической деятельностью. Например, каждый год мы проводим День героя. В рамках этого проекта Дня героя у нас было открытие парты героя. У нас вообще выпускников четыре героя. Два героя Советского Союза и два героя России. Один из них проживает в городе Жуковском. Он был летчиком-испытателем. И вот мы решили, что парту мы откроем в честь него. И это было действительно очень большое мероприятие. Мероприятие было школьное, но оно перенесло в сельское, потому что очень многие жители села пришли к нам в школу. И мы встречали героя, который был сам. Было очень много родственников. Мы на этом постарались не остановиться. Дальше у нас проходили мероприятия, посвященные также другим героям. Проводили шефы. И это школьный фестиваль искусств. Ребята писали свои проекты. То есть у каждого класса было задание. Они что-то готовили о каком-то герое, готовили какой-то проект. И вот на этом школьном фестивале искусств была защита этих проектов. Начиная с начальной школы, кончая 11 классом. Конечно, выступления были разные, но мы с удовольствием и старшеклассники даже слушали, как выступает младший класс. Но цель была не только просто выступить, а главное, даже, может быть, и не узнать биографию этих героев, почему они стали героями, как они себя ведут в жизни, как они когда-то у нас учились в школе. Ведь самое главное в воспитании – это не навязчиво приводить детей к тому, как себя вести, какие ценности иметь в своей жизни. И слушая о других людях, которые действительно стали известными людьми невольно, начиная от первоклассника до одиннадцатклассника, у ребят складывается образец своего поведения. Ведя такую деятельность, мы в этом году занялись еще и поисковой деятельностью. И поэтому мы раскопали неизвестные нам события раньше. Но теперь мы заинтересовали и свой педагогический коллектив, и ребят, и их родители, и просто жители села. Мы пошли по следам 45-й легендарной гвардейской дивизии, которая принимала участие в освобождении Сталинграда. Что значит 45-я дивизия? И какое-то маленькое село Акшуат, которое находится в Барышевском районе Ульяновской области. Оказалось, что 10-й полк 45-й гвардейской дивизии формировался именно у нас в селе. Об этом столько лет прошло после войны, никогда никто не говорил. И вот ребята в результате своей поисковой деятельности нашли таких людей, которые являются детьми вот тех людей, которые участвовали в вот этой битве, узнали столько о своих земляках не из книг, не из телевидения, а вот из уст тех земляков, которые просто проживают с нами рядом. Разве вот такие примеры, они не являются примером воспитания? Вот именно благодаря тому, что не навязчиво ребята узнают о тех людях, которые себя проявили во время Великой Отечественной войны. И я сама, и дети многие, и наши педагоги задают себе такой вопрос. А мы смогли бы вот так, как они, выстоять в такой вот огненной мясорубке? И мы горды, что вот именно отсюда, от нас, нашей земли, с Акшуатской, здесь сформировался вот этот десятый полк, и как они стойко себя повели вот в этой битве. Разве это не пример для наших детей сейчас? Я, например, считаю, что сколько бы мы не воспитывали ребят и не говорили им, как правильно себя вести, мы никогда не воспитаем. Воспитывать нужно примером. Воспитывать нужно своим примером родителям, это в первую очередь. Своим примером должны воспитывать педагоги. И также вот такими образцами, которые приходят к нам из далекого, и которые сейчас с нами здесь проживают, рядом, по соседству. Участвовать вот в этих мероприятиях ребята, может быть, не придали такого большого значения, но пройдут годы, и обязательно вот эта работа даст свой результат. Наш педагогический коллектив, мы считаем, что нужно как можно вот таких больше коллективно-творческих дел проводить. Это поможет сплотить детское самоуправление, сплотить детский коллектив, научить ребёнка вести себя правильно. Воспитание – это даже важнее, чем образование, потому что воспитанный человек – это очень важно. Если человек приучен к культур поведения, к уважениям старших, родственников, родителей, он сумеет даже самостоятельно получить образование, какие-то знания. Мы всегда в нашей школе считали, что всё-таки на первом месте надо поставить воспитание. У микрофона Наталья Козина я продолжаю вечернюю передачу. Мы говорим о школе и о том, что отобранную более 20 лет назад функцию воспитания учеников наконец-то вновь вернули школе. Яркое свидетельство тому смена названия было «Министерство образования» в минувшем августе стало «Министерство просвещения и воспитания». В нашей вечерней передаче принимают участие педагоги лучших школ области, где, несмотря на ранее установленный стандарт, никакого воспитания, только образовательные услуги. Воспитанием учеников всё равно занимались. Время, политическая и экономическая ситуации подсказывали, что без воспитания никак нельзя. На очереди новое интервью с Альбиной Нуруловой, заместителем директора 33-й Ульяновской гимназии. Мы рассмотрели и решили, что каждый класс должен внутри гимназии заявиться на какое-то дело-класс, так называемое коллективно-творческое дело. И вот в начале года класс выбирает это дело, а в конце года он рассказывает, как он его реализовывал, к чему привела их инициатива, их творчество, их социальная активность. Как пример, но такой вот маленький пример. У нас есть классы, которые взяли шефство, например, над приютами для бездомных животных. Но это не было вот прям так реализовано, как дело пока класса. Мы эти дела только вот в этом году начинаем реализовывать. То есть мы ждём, что же мы услышим в качестве вот тех дел, которые дети планируют реализовать. Нам просто это очень интересно, потому что у нас будет как элемент презентации этих коллективно-творческих дел, когда дети сами рассказывают о своих целях, задачах, предполагают, к чему это приведёт. В школу возвратили вот эту функцию проводить воспитательную работу. А вот на ваш взгляд, почему раньше-то её изъяли? Ведь последние, наверное, 15 лет у нас школа предоставляла только образовательные услуги. Педагог, он никогда не останавливается в варианте воспитания. Он всегда понимает, что надо воспитывать и передавать те ценности, которые важны и нужны. Хорошие школы однозначно не переставали воспитывать. Вы можете посмотреть на опыты ульяновских школ. Просто, наверное, в какой-то момент стали меньше требовать. И я иногда была свидетелем точно так же разговора, когда учитель-предметник, достаточно хороший, сильный учитель-предметник, мог сказать, воспитание, классный час – это не ко мне. Это либо к классному руководителю, это либо к родителю. Ещё какой момент, наверное, ушла вот эта вот чётко выстроенная система. Когда у нас была система школьного взаимодействия и, может быть, даже самоуправления. Это октябрятские звёздочки, потом пионерские дружины, потом комсомол. И вот эта вот система, когда ты рос от октябрёнка до комсомольца, она вот как-то из структуры школы ушла. Но внутри школы всегда оставалось воспитание, внутри хорошей школы всегда оставалось воспитание. Есть такая знаменитая 825-я школа, московская, бывший директор которой, доктор педагогических наук Караковский, он говорил о том, что школа должна противостоять тому злу, тому неприятию, которое происходит вот вокруг. Он писал это в лихие 90-е. И школа должна создавать вот этот очаг свободы, этот очаг дружбы, взаимопонимания, для того, чтобы дети знали, что есть другой мир и стремились вокруг себя вот создавать этот мир. В результате-то вот этой воспитательной функции, которая вернулась в школу, что мы должны получить? Каких детей мы должны воспитать? Я выпустила 7 классов старших, начиная с самой первой выпуск 2001 год, получается. Но я была классным руководителем по 2 года у них, 10-11 класс. И самый последний выпуск – это 2018 год. Но вы знаете, вот с моей точки зрения, ну, может быть, я не права, может быть, я немножко идеализирую. Мне кажется, школа должна воспитать честных, правдивых, если хотите, немного благородных учеников. Потому что вот эти вещи, ну, это же всегда ценится, это всегда важно, это всегда нужно, и это всегда востребовано. Потому что на каком-то этапе у нас был перекос очень сильный в успешность. Было такое огромное количество классных часов, где дети рассуждали, что такое успех, как стать успешным. Вот, а мне как-то всегда кажется, но ведь успех каждый понимает для себя, что такое успех. Ну, для кого-то успех – это быть президентом, для кого-то успех – это миллион долларов. А для кого-то успех – это тихое семейное счастье. И такой вариант может быть. Мне кажется, еще личность должна быть гармоничной, как это негромко звучит. Должна уметь отвечать еще и за свои поступки, и за принятые решения. А как вы считаете, а кто должен заниматься воспитанием детей? Ну, вот, допустим, классный руководитель – да. Не навредим ли мы, воспитывая детей, с точки зрения вот такого субъективного отношения к каким-то вещам, ну, таким общепринятым? Мне кажется, во-первых, воспитывает вся школа, во-вторых, воспитывает вся среда, и внутри школы педагогический коллектив должен договориться о тех ценностях, которые ему важны, и которые он стремится реализовать в детях. А что касается педагогов, мне кажется, даже хорошо, что мы все разные, потому что у ребенка будет уникальная возможность увидеть мини-такую проекцию мира. Ну, представьте, условно говоря, что мы все, допустим, авторитарные. Такому ребенку все 11 лет в школе будет сложно с авторитарными учителями. Или, предположим, мы все доброжелательно-добродушные. Тогда тоже опять возникает момент, а какой после нашего воздействия выйдет ребенок? А то, что мы все разные, но при этом мы договорились в главу – вот это, мне кажется, самое важное, что должно реализовываться внутри школы. Сейчас, ну, есть такая тенденция, я просто могу сказать, наверное, опасений у классных руководителей, потому что им же прибавили, не секрет, что им прибавили, да, оплату за классное руководство, и сейчас очень многие боятся, что с них станут требовать больше. Они теперь будут отвечать за все, но ведь по большому счету, да, за жизнь ребенка отвечают родители, школа отвечает за передачу, наверное, ценностей и знаний в первую очередь. И в законе об образовании написано, что образование – это процесс обучения и воспитания, а этому закону уже восемь лет. И, получается, вот воспитывать должно, вот как театр начинается с вешалки, так и внутри школы. Воспитывает пространство, воспитывает атмосфера, воспитывает взаимодействие с педагогами, воспитывает дела, которые внутри этой школы реализуются. Вот это все воспитывает. Сегодня в нашем круглом столе на школьную тему приняли участие Валентина Лапшова, директор Акшуатской сельской школы, Лидия Жуковская-Латышева, директор 44-й Ульяновской гимназии и Альбина Нурулова, заместитель директора 33-й гимназии. Мы говорили о том, что по-другому и быть не могло. Школе вернули право воспитывать учеников. Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Александр Филатов. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»